Всем здарова, пацаны! Сегодня я вам поведаю такую историю, может ли забанить администратор ошибочно игрока, и что будет, и какие будут последствия. Недавно меня как раз таки так и забанили, как же всё это было, ребят? Смотрите дальше, всё подробно расскажу. Ну и не забудьте поставить лайкосик, поддержать ролик лайком, ну и конечно же, ребят, кто посмотрит, если вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Каждый день стримы провожу. 15.00 по московскому времени, поэтому вы можете залететь на стримец, посмотреть, чем мы делаем и чем мы занимаемся. Погнали, ребят! Ну что ж, сразу, ребят, скажу вам. На одном стриме совсем недавно был один интересный момент. Да, ребят, меня заблокировали, но мой аккаунт, как видите, сейчас уже разбанен, и те, кто были на стриме, те знают, как меня забанили, по какой причине, в общем, ну, серьёзно, была очень смешная причина. И что дальше происходило с моим аккаунтом? Плюс ко всему, давайте начнём сразу с того, откуда у меня появился вот этот вот хантли, друзья мои, всё-таки впишу его тоже в этот ролик. В общем, этот хантли подарил мне подписчик, вообще, кстати, довольно спонтанно, мне написал человек, типа, подъезжай к армии СФА, поедем за хантли. Я такой, блин, ну, как-то довольно-таки странно, но хорошо, ладно. У меня как раз-таки была саванна, я решил поехать до СФА, ждал его там, подъезжает, короче, какой-то зам мэра. В итоге получается так то, что он едет к банкомату, ну, я его везу к банкомату, он кладёт деньги, его кикает. Я думаю, ну, может, вышел, может, развод, кое-ще-что, ну, просто давно никто ничего не дарил, то есть, это большая редкость на самом деле. Потому что я, в основном, раздаю всем подряд деньги, мне же, ну, как-то вот, ну, прям, вообще мало кто даёт денег, когда у меня проблемы с ними. Ну, в итоге, что получается, ребят? Спокойный человек релогается, приезжает, покупает хантли, спросил у меня, какого цвета, я говорю, давай жёлтого, братан. В принципе, жёлтый цвет, прикольная штука, поэтому давай жёлтого. Покупает жёлтого цвета хантли и отдаёт его мне. Ну, в этот момент я просто немножко подофигел, осталось только его затюнить, но, в принципе, он заменённый, поэтому никакого тюнинга тут не нужно. Далее я хочу сразу сказать по поводу блокировки моего аккаунта. Админ вообще красавчик, то есть я против админа ничего не имею, потому что администратор действительно хороший, и что потом ещё происходило? Вы ему все флудили, писали, типа, ты ютубера забанил там и так далее. Спасибо, кстати, ребят, то, что вы, как бы, помогаете мне в случае чего, да и как-то тоже там наводите панику, типа, меня там забанили, не знаю что. Спасибо, реально, ребят, очень приятно было. Кстати, напоминаю, стримы в 15 часов по московскому времени, в 15.00, в 3 часа дня, так что каждый день, ребят, залетайте, не забывайте. Ну что ж, стоит начать рассказывать, я думаю, да? Играл я спокойно в Сампик, то есть была трансляция, я там подрубил музычку, всё с музыкой, всё хорошо, стримим, гоняем. И вдруг, в какой-то момент, я решил свернуть игру и посмотреть, что же вообще происходит там. В итоге, когда я свернул игру, начал где-то там по сайтам лазить, всё такое, захожу в игру через буквально секунд 30-40, и в моменте у меня висит Circle of the Connection. Вы увидите все скриншоты и что было, ребят. Тут я немного был в шоке, потому что, ну, как так вообще? Да и при том, по причине смешной читер. То есть, ну да, изначально я там по каким-то горам прыгал, что-то там делал, чем-то там занимался. То есть, ну, реально это нестандартно было. Я действительно думал, типа, блин, меня забанили, что ли, реально? В итоге я такой посидел, подумал насчёт этого, потому что, как бы, блин, где я мог уже считырить, когда у меня даже читов-то никаких нету? В итоге мне чат начинает просто дико угорать, серьёзно, там просто все ржали, такие думают, всё, братан, тебя слили, забанили, как говорится, теперь жди разбана, пиши Семёну, пиши, там, спецам, чтобы тебя разбанили, там, и так далее, и там подобное. Такая небольшая паника была, сразу, кстати, онлайн на стриме вырос на 40 человек, что самое интересное. Ну, ничего страшного, ребят, это всё херня, на самом деле, то есть, далее. Мне начинают ребята говорить, типа, мы сделали скриншоты, и это было по ошибке, то есть, там не тебя хотели забанить, а другого человека, просто так совпало, то есть, совпали айдишники. До сих пор не понимаю вообще, как это может происходить у администрации, когда совпадает айдишник. Одно дело, если бы читер вышел из игры, и зашёл бы я, предположим, и админ там каким-то образом не следил за читером, а просто по наводке забанил, тогда да, но сидел я в игре уже около часа, и как так получилось, ну, не знаю, ну, конечно, да, админы это люди, это не машины, поэтому они тоже имеют право ошибиться, любой человек имеет право ошибиться, и не раз, поэтому такое, конечно же, происходит время от времени. В принципе, ничего страшного, я не в обиде. В итоге администратор написал то, что не того, первый, как бы, разбанен, и мой аккаунт был успешно разблокирован. Но просто, ребят, сама вот эта история, которая произошла, она действительно забавная. Во-первых, по причине не просто читера, а там смешной читак, смешной читер, всё такое, это действительно круто, ребят. И хочу сказать спасибо админу всё-таки, потому что он мне в тот момент реально поднял настроение, так как это всё довольно-таки странно, и дал мне тему для ролика, во-первых. Но админ реально красавчик. И потом, кстати, админ меня телепортирует, я уже начал просто кататься, ездить туда-сюда, там как раз-таки что-то делал Иваньков, то есть строил какое-то здание на мэрии, у него то ли день рождения был, то ли ещё что-то, но если что, с наступившим днём рождения его, там всё такое. Если, конечно, реально у него был день рождения. Что касаемо админа, он меня телепортирует. А, нет, 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 нет. Я еду к этому, к магазину одежды LS, и он ко мне телепортируется, да. И он пишет что-то, типа, ты стример, не стример, и я такой, ну, типа, да, как бы, вот, стримлю, там, зайди на канал, там, Барон Гимкаронас, самый пиар это лучший пиар, сами понимаете. И в дальнейшем, как бы, я уезжаю, потому что мне там сказали, типа, садись в машину, сейчас поедем, надо ехать уже, а то у тебя хана. Я сел в машину, он мне написал, типа, невежливо с твоей стороны уезжать, я такой, ну, а что поделать, меня по РП зовут, а ты вроде на РП персонаж, поэтому, ну, что тут поделать. В общем, он написал, типа, скажи своим, чтобы не флудили, я понял, что ты стример. То есть, понимаете, ребят, то, что вот у нас на стримах вроде по 100 человек меня смотрят на данный момент, да, но эти 100 человек все активные. И, ребят, спасибо огромное вам то, что вы меня поддерживаете, лайкосиками, подписочками, комментариями, реально, респект, уважуха, поднимаете мне очень сильно настроение. Честно, доволен я тем, что я вновь начал стримить, как бы встал в строй стримеров, и сейчас каждый день будут стримы, а выходные даже по два раза, но выходные, наверное, без роликов. В общем, ребят, на этом я заканчиваю, всем большое спасибо за просмотр, будем искать новый контент на стримах. Завтра в 15.00 всех жду на стриме, друзья мои, залетайте по московскому времени, либо же смотрите оповещения в группе ВКонтакте, которые тоже регулярно туда выходят. Обязательно подписывайтесь в группу ВКонтакте, добьем там 7000 подписчиков. Все, ребят, всем удачи и всем пока, увидимся в новых сериях.